Всем привет! Мы продолжаем Kerbal Space Program, но с некоторыми достаточно серьезными изменениями. Итогом предыдущих игр стало то, что Kerbal начал крэшиться в 86-й вариации. Это 32-битной версии. Kerbal начал падать. Падать начал достаточно часто. Я там шаманил, шаманил. В общем ничего не дошаманил. Итог остался следующий. Он падал, падал, падал. И более того, я попытался запустить это все под 64-битной версией. И в принципе у меня удалось это все сделать. Но, к сожалению, сейвы под 64-битную версию с 32-битной как-то не захотели загружаться. То есть они постоянно крэшились. Что я сделал? Я принял волевое решение, хоть я этого не очень хотел. Я переустановил полностью Kerbal. И скачал все моды, которые у меня были с 0. Более того, я поставил еще дополнительно мод Космос, который вышел в обновлении недавно. Вот, совсем там с 0.21 версии он не выходил даже. То есть он вышел последний раз, еще когда науки не было как таковой. Вот, значит. Итог. Переустановки. Как мы видим, 64-битная версия. Я запускаю под 64-битной версией. Так, Light Support Mode работает, в принципе, нормально. Пока что. В любом случае, тестировал я ее на прошлых версиях. Ну, в принципе, все окей. Что я еще поставил? Поставил маленькую утилитку, которая показывает мне объем используемой виртуальной физической памяти. Так как на моей машине 16 гигов оперативки. Вот. То, в принципе, я сегодня потестировал. И вот виртуальную память больше 4.58 у меня не поднималась. И Kerbal у меня на сегодня запущен, наверное, уже часа 4 или 5. То есть, понятно, где-то он был просто в свернутом режиме. Но компанию я восстановил до уровня практически того, который у нас был, за исключением спутников. То есть, спутники я по ходу дела выведу либо те же, либо другие, но в оффлайне уже. Вот. Это вот краткий экскурс того, что у нас произошло. Да, у нас не выполнена еще миссия полета к Луне. Вот. Но мы сделаем сразу ее с посадкой. Вот. В общем, видите, теперь это называется Dragon версия 2, 64-битная. Вот. Всего тут, видите, полетов 1 день, 1 час 4 минуты игрового времени. И мы с вами продолжим. Я думаю, это не потеряет, скажем так, ничего с точки зрения предыдущей версии. Вот. Но и в дальнейшем все будет новое и интересно. Значит, смотрите, что у меня произошло с наукой. Науку я догнал практически до того состояния, что у нас было. Может быть, с другими чуть-чуть вариациями. Пока у меня все, что я мог, все купил. Значит, из активных задач у меня эти исследования Луны. Провести Aerial Orbital Survey Дюны. Построить новую планетарную базу на Муне. Очень шикарно. Вот. 1500 и 500. То есть, 2000 науки за такую базу. Но, правда, на 10 человек база. Немаленькая. Значит, поставить пару сателлитов вокруг Кервина. Раз. Два. Три. Четыре. Нет. Раз. Два. Три. Три. Орбитальную базу вокруг Кервина. Значит, два Aerial Survey я, наверное, либо закончу потом в оффлайне, либо не закончу вообще. Потому что они там чуть ли не на другой стороне планеты. Пока у меня сейчас нет самолетов нужных для того, чтобы туда долететь. И второй момент. Я не хочу тратить столько времени в серии для того, чтобы тупо просто делать перелет. Мы с вами разбирали, как это делается. В принципе, аналогия будет один в один. Поэтому, думаю, что это тоже сделаю за кадром. Тем более, что мне тоже хочется поиграть, а не ждать каждую серию записывать. И... Ну, не каждая серия, скорее всего, вам будет интересна. Вот. Поэтому буду, наверное, освещать самые интересные серии в дальнейшем. То, что задевает новые аспекты. Старые аспекты, повторяющиеся контракты, возможно. Я буду проходить просто в оффлайне. И, по факту, говорить, что вот было. Вот видите, 4.02 гигабайта. Пока, в принципе, фу-фу-фу стабильно идет. Я надеюсь, что и дальше так будет. То есть, я не хочу больше ставить никаких модов. Я и так поброс с ними достаточно серьезно. Но... То, что я хотел, вот, от модов, и... Оно и есть. И я не хочу пока ни с какими из модов, из этих модов, расставаться. Вот, что самое главное. Что я сделал самое главное, забыл сказать. То, что я все-таки обжал текстуры в фотошопе от многих модов, которые содержат текстуры. Потому что пацаны, которые разрабатывают моды, что-то совсем get crazy. Вот. И... Пашат текстуры 1024 на 1024 иногда даже и больше. Для вещей, которые совершенно не нужны в таких разрешениях. То есть, я обжал тупо в половину. Вот. Также я обжал в половину все костюмы кербелов. Все морды кербелов. Вот. Единственное, что я не трогал, это интерфейсные иконки. Также я не трогал иконки и текстуры. Вот. Ух ты, смотрите, у нас погода вообще не облачка. То, что у нас касается вообще ландшафтов любых. При этом у меня стоят моды на визуальные улучшения, как мы видим. Вот. То есть, вот такая у нас теперь будет наша вселенная. Мне она больше нравится, чем та, которая была. Это более похоже на настоящее, с увлеченным путем. Вот. Вот. Это вот. Вот, кстати, наши три контракта. Видите, которые надо будет на 2, на 13 и на 28. Ну, повесим сюда спутники связи. Пусть крутятся, пусть сообщают нам все, что творится и обеспечивают нас связи. Ну, вот это, наверное, самые главные изменения, которые у нас произошли. Вот. Если я ничего не забыл, в принципе, да. Вот это такая вот маленькая серия, которая рассказывает об изменениях. Ах, да, слушайте, чуть не забыл. Вас у меня уже на канале достаточно много. И, соответственно, для того, чтобы облегчить общение и мне иметь возможность делиться какими-то вещами с вами. Не только вербально, да, или в виде видео. Вот. А у меня есть потребность такая делиться с вами какими-то схемами, советами, просто игровыми новостями. Я открыл страничку ВКонтакте. Вот. Поэтому буду рад видеть всех там подписавшимися. Вот. Ссылочка сейчас вы видите на своих экранах. Вот. Единственное, что внешние ссылки у меня пока из Ютуба не работают. Поэтому придется перейти вам ручками. К сожалению. Ну, вот. Я думаю, что это не такая большая сложность, если вам действительно хочется продолжить общение и быть на связи и в курсе. Ну, и, в принципе, keep in touch, так сказать. Вот. На сим сегодняшнюю серию хочу закончить. Вот. Дальше на неделе, значит, выложу, запишу еще 2-3 серии. То есть, в принципе, я хочу где-то выпускать как можно больше серий. Но, наверное, самое актуальное и оптимальное получится это 2 серии в неделю. Вот. Единственное, что я пока не знаю. Либо, как вам удобнее, вот, посоветуйте. То есть, тут от вас зависит, потому что вам эти серии смотреть как бы. То есть, лучше меньше серий, реже чуть-чуть, но они будут длиннее, там, например, по часу или, может, там, по 40 минут. Либо, так как я делал в прошлый раз. То есть, одну миссию, допустим, или одну часть тематическую я разбивал, там, на несколько подчастей, на две, на три. Вот. И они, там, были короткие, там, по 20 минут. И, соответственно, можно их выкладывать, там, раз в день. Потому что все равно я записываю их одним куском. То есть, просто бью файлы, но записываю, естественно, за раз. То есть, я сажусь, я, там, часа два-три, или, там, сколько их надо, в эту миссию прохожу. Вот. Обычно за кадром ничего не остается, если я неоднозначно сразу не говорю, что это было за кадром. Вот. Ну, наверное, это вот все, что я хотел сказать сегодня. То есть, самое главное, то, что мы обновили полностью Kerbal Space Program. Работать будем с 64-битной версией. Вторая новость, это то, что мы открыли страничку ВКонтакте. Вот. Куда милости просим. Ну, и третья. Вот от вас жду какой-то информации. Я, наверное, даже устрою голосование, чтобы вам было проще. На страничке, как вам удобнее воспринимать серии. Покороче, но чаще, либо подлиннее, но чуть реже. Все. Всем спасибо на сегодня. Жду вас на страничке ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.